Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, крайне признательны за возможность представить результаты наших исследований на этом замечательном форуме. Сегодняшнее сообщение посвящено результатам пятого поколения исследований лучевой терапии лимфомы Хошкина, которые проводились в отделе лучевой терапии Медицинского радиологического научного центра имени Анатолия Федоровича ВЦИБА. Уместно сказать, что лимфома Хошкина – это B-клеточная лимфома с обширным реактивным микроокружением. Удивительная ее особенность – это крайне низкая доля злокачественных клеток в опухолем образовании, менее 1%. Основной объем опухоли, часто невероятно массивный, представляет реактивное клеточное окружение. Это лимфоидные клетки, гистиоциты, зенофилы, плазмоциты, макрофаги, фибробласты. Заболевают преимущественно молодые и взрослые. В зависимости от микроокружения опухолевых клеток выделяют гистологические варианты классической лимфомы Хошкина, из которых особо следует подчеркнуть надулярный склероз первого и второго типа. Они составляют почти половину случаев и обеспечивают практически работу лучевых терапевтов. И ранее обеспечивали, и, по-видимому, будут долго обеспечивать. Дело в том, что после химиотерапии полная регрессия опухолевых образований встречается нечасто. При надулярном склерозе в 60-70% случаев это неполная регрессия, которая всегда интриговала. Прибегали к удалению массивных резидуальных образований, но они оказывались часто фиброзно-некротическими массами, в которых могли не находить жизнеспособные клетки опухоли. Ситуация немного изменилась в настоящее время в связи с наличием ПЭТ-КТ. И поэтому можно говорить о том, что современный стандарт модифицирован с учетом того, что 80% больных лимфомы Хошкина будут, причем с поздними стадиями лимфомы Хошкина, будут излечены. Поэтому крайне актуально прибегать к методам лечения, которые обеспечат достойное качество жизни этих излеченных пациентов. Итак, стандарт лечения лимфомы Хошкина 3-4 стадии на данный момент – это 6-8 циклов полихимиотерапии по доксорубицин содержащим схемам с последующей лучевой терапией остаточных опухолевых образований или ПЭТ-позитивных образований. Однако же дозы, которые рекомендуются для подведения к этим образованиям, считают по-прежнему достаточно большими – от 30 до 45 грей. Что это значит для больного с лимфомой Хошкина? Массивное медицинальное поражение встречается в 30-50% случаев. Неполная регрессия в 60-70% случаев даже после самых агрессивных схем химиотерапии. Вот совершенно свежий пример. Четвертая БЭИК-стадия у пациентки – надулярный склероз второго типа. 8 курсов по схеме Биокоп-14. Невероятно агрессивная терапия. Попытка – это полный метаболический ответ. Но возникает вопрос – как нам в этих условиях решиться не проводить лучевую терапию? И как нам ее провести для того, чтобы больная не расплачивалась за эти объемы облучения всю оставшуюся жизнь? Надо сказать, что в нашем центре в качестве альтернативы облучению радикальными дозами в классическом режиме фракционирования с 1988 года разрабатываются методики лучевого лечения лимфомы Хошкина на основе режима ускоренного гиперфракционирования. К нему за рубежом относят подведение разовой дозы от 1,35 до 1,65 ГРЭИ два раза в день. В наших исследованиях мы традиционно используем дозы, значит, дробление дневной дозы на две фракции в диапазоне от 1,35 до 1,5 ГРЭИ с учетом высокой радиочувствительности лимфомы Хошкина. Ну, известно, что режим ускоренного гиперфракционирования способен увеличить терапевтический интервал за счет различий скорости репарации, сублетальных лучевых повреждений, опухолю и здоровыми тканями. Мы полагаем, что укрупненная дневная доза 2,7-3 ГРЭИ обеспечивает должный терапевтический эффект и позволяет снижать суммарную очаговую дозу до 20-24 ГРЭИ. Само дробление на две фракции с интервалом 4,5, но максимум 5 часов способствует защите здоровых тканей, которые обладают слабой репопуляционной способностью, но выраженным свойством восстановления сублетальных повреждений. Вот это положение, возможность снижения суммарной дозы, которому обычно при нетрадиционном фракционировании никто не прибегал, мы изучили в клинических испытаниях 1, 2, 3 фазы у почти 500 больных с первично-резистентными формами рецидивами лимфомы Ходжкина. В рамках этих испытаний, начатых в 1986 году, была установлена оптимальная суммарная доза 20-24 ГРЭИ, установлен стойкий контроль или, по крайней мере, длительная отсрочка роста в 86% рецидивных овчевов, в том числе и ранее облученных до 40 ГРЭИ, и итоги рандомизированных исследований показали, что использование дозы 20-24 ГРЭИ в режиме ускоренного гиперфракционирования эквивалентно использованию в рамках, естественно, комбинированной терапии, использованию суммарной очаговой дозы до 40 ГРЭИ в классическом режиме фракционирования. Цель данного исследования, повторяю, пятого поколения, была в изучении эффективности локального контроля резидуальной лимфомы Ходжкина в средостении дозой 20-24 ГРЭИ при различном дроблении дневной дозы. Мы стремились оценить в отдаленных наблюдениях влияние объема остаточной опухолевой массы на эффективность подобного облучения, изучить эффективность локального контроля при новом режиме, который мы сейчас исследуем, это режим неравномерного дробления дневной дозы 1,3 ГРЭИ плюс 1,5 ГРЭИ, и оценить ранее отдаленные лучевые изменения в результате проведенной лучевой терапии. Все эти режимы исследовались в рамках единой функционально сберегающей программы химиолучевого лечения, которая у нас работает с 1998 года. Она направлена на минимизацию отдаленных последствий как лекарственной, так и лучевой терапии. Методики дистанционной гамма-терапии использовались следующие. До 2010 года мы работали с установкой АГАТ-С, было 2D-планирование. Прошли две группы больных. В основном… Сейчас, извините. Да. Либо это было локальное облучение средостения 1,5 плюс 1,5 ГРЭИ с интервалом 4,5 часа, либо это было системно-локальное обсуждение при местно распространенном процессе, когда мы большим полем подводили разовую очаговую дозу 1,25 ГРЭИ, и затем с интервалом 5 часов доводили дозу на… В данном примере показано средостение до 22-24 ГРЭИ локально. После того, как у нас появилась новая установка терабалл, дающая возможность проведения 3D-планирования, но при этом в силу новизны у нее была высокая мощность дозы изначальная, мы стали изучать режим с сокращением первой разовой очаговой дозы в первой фракции, исходя из того, что это более оптимальное распределение перерывов в лечении. После меньшей дозы 4,5 часа, после большей дозы 1,5 ГРЭИ – это 19 часов. Сравнивали результаты лечения и последствия с больными, получавшими стандартную лучевую терапию. В данном случае показаны результаты, отдаленные результаты лечения больных, которые получали все лучевую терапию на средостение в дозе 20-24 ГРЭИ в период до 2010 года. Здесь видно, что выживаемость без прогрессии в средостении была высокая. Тот уровень рецидивов, который наблюдается, он практически совпадал с общим прогрессированием. Это были генерализации заболевания, распространение по другую сторону диафрагмы. И в данном случае общий эффект говорил только о том, что участие больных в системной терапии не оказывало должного эффекта. Мы рассмотрели частоту рецидива в средостении в зависимости от размера остаточной опухоли. Более 5 сантиметров размера остаточной опухоли в группе локального облучения наблюдались у 20% больных, в группе системно-локального облучения у 40% пациентов. Но вот здесь видно, что различий в местном контроле опухолевых образований средостения не наблюдалось. По-прежнему всё определяет эффективность системного контроля, а значит, мы можем использовать нерадикальные дозы облучения, которые давно известны отдалёнными последствиями для сердечно-лёгочной системы, увеличением частоты инфарктов миокарда и других последствий. Мы оценили частоту рецидива в средостении после нового режима, который мы стали исследовать. Выяснилось, что при медиане наблюдения 20 месяцев, это небольшие сроки пока, от 3 до 36 месяцев, уменьшение дневной дозы, которое произошло с 3 грей до 2,8 грея, не сопровождалось снижением эффективности местного контроля. И по-прежнему частота местного рецидива была в рамках тех цифр, которые сообщают и в других исследованиях по местному, по результатам облучения резидуальных образований при лимфоме Ходжкина. На что хотелось бы обратить внимание? Вот ещё в первом поколении, так скажем, до 2010 года, мы исследовали ситуацию с восстановлением кроветворения в грудине после облучения средостения в режиме дневного дробления до 20-24 грей. Надо сказать, что при облучении средостения выключается 15% кроветворного костного мозга. И тот факт, что происходило восстановление кроветворения в облучённой грудине, в общем, демонстрировал перспективы данного режима, используя его в рамках высокодозной химиотерапии, когда можно не беспокоиться о стойкой аплазии кроветворения в участках, получающих дозу облучения. Второй результат нашего анализа показал, что частота и выраженность изменений парамедиастинальной лёгочной ткани после облучения средостения в дозе 20 грей при неравномерном дроблении дневной дозы оказалась сниже, как по показателям сливного пульмонита и по частоте фиброзов второй степени. Причём тенденция к снижению произошла даже в сравнении с режимом полтора равномерного дробления, полтора плюс полтора грея. При этом суммарная очаговая доза 20 грей, подводимая в классическом режиме фракционирования, в общем, демонстрировала и ранние отдалённые осложнения с большей частотой. По-видимому, здесь главная роль имеет значение разовой фракции облучения. Отсюда мы можем сказать, что в рамках современного комбинированного химио-лучевого лечения поздней в стадии лимфомы Ходжкина, облучение массивных резидуальных образований в режиме дневного дробления и укрупнённой дозы облучения обеспечивает стойкий локальный контроль сниженной суммарной дозой 20-24 грей и оставляет перспективы защиты нормальных органов и тканей. Добавляю за внимание. Спасибо. Времени у нас не осталось. Два вопроса. Очень короткие ответы. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, наверное, по последним вашим пациентам вы, наверное, уже имели ПЭТ-данные, с которыми они приходят после гематологов. Ну, либо вы проводите химиотерапию, ПЭТ-катаконтроль является, в общем-то, уже стандартным. Если выше 3, выше даже 4-5 баллов по Девилю, в этом остатке, вы также будете подводить такие суммарные дозы 20-24 или чуть выше? И если да, то какие? Это первый вопрос. Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, мы в любом случае, имея общепринятое показание к лучевой терапии в виде 3-4 балла по Девилю, и это показание облучает дозу до 45 Грей, мы, тем не менее, всё равно облучаем дозу 20-24 в режиме ускоренного гиперфракционирования. И, собственно, имеем этот ПЭТ-контроль, и пока не видим, почему нам от этой практики отказываться. Ранее наблюдение. Конкретный ответ. Да, всё. Спасибо. И второй быстрый вопрос. Оконтуривание вот этого остаточного образования в средостении вы проводите по именно сам объём, по остатку, или с учётом ранее поражённого объёма? Нам очень нравится, на последнем симпозиуме Ходжкина в 2016 году, как раз от американских лучевых терапевтов, пришло вот такое предложение пересмотреть парадигму облучения, то, что сейчас называют облучение вовлечённых мест. То есть облучать не все исходно вовлечённые места, это уже само по себе сокращение объёма облучения, но облучать резидуальные места, которые наблюдаются на момент планирования лучевой терапии. Мы к этому прибегаем, ну вот сначала, когда у нас появилось 3D-планирование. Всё? Сергей Васильевич, не могу не дать вам, потому что потом не пригласитесь. Что вы хотели спросить? Я хотел спросить. Вы, кстати, сказали совершенно правильно, что половина лимфомы, это мезуляный эстрирок, и там всё понятно в отношении клетчатого состава, а половина, а другая часть, это или смешанный клетчатый тип, или лимфоцитарное истощение, что так происходит всего, да? И всё равно, независимо от того, даже если у вас тут лимфоцитарное истощение, или на грани лимфоцитарное истощение смешанных клетчатых типов, так не поймёшь, вы всё равно делаете ту же программу лучевой терапии, независимо от того, так сказать, какой был клеточный состав этой лимфомы в исходе. Спасибо за вопрос, Сергей Васильевич. Мы не дифференцируем этот подход на момент, когда мы получили больного, но могу сказать, что мы получаем больных практически всех с надулярным склерозом. Те, кто в наше время получает современную химиотерапию, у них, как правило, регрессия образований полная. Для полной регрессии образования ранее у нас было предусмотрено 20 ГРЭЙ-стандартам. Сейчас, имея результаты ПЭТ-КТ, мы тоже как-то взвешенно подходим к этому вопросу. И, скажем, мы облучаем обязательно при полной регрессии образования зону биопсии, зону, которая обычно совпадает с лечением первичного, с локализацией первичного поражения, ну и зону всё-таки исходного массива, как это требует международной рекомендации, несмотря на регрессию. Но суммарная доза 20 ГРЭЙ-стандарта. То есть, этот режим зарезервирован для резидуальных образований. И даже если это было лимфоцитарное истощение? Ну, мы не считаем, что это плохой вариант. Я в старые времена ещё на ЦОПах было для меня сюрпризом посчитать, что лимфоидное истощение прекрасно контролируется. Вот надулярный склероз второго типа, где в нодулях зашито лимфоидное истощение, это самый неприятный и агрессивный вариант, потому что, видимо, химиопрепараты плохо попадают в, так скажем, в клетки, которые замурованы в этом фиброзе. Это из наших старых таких наблюдений прогностических и в которые мы используем в практике. Продолжение следует...